Итоги уходящего вторника Детского сада на 240 мест в районе Киселевича Что еще проанонсировал Игорь Кисель? Мы в ответе за каждое слово Бобручанке вынесли приговор за оскорбление сотрудника органов внутренних дел Мера пресечения оставлена прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Какова плата за моральный ущерб? Пиковая дама город с гастролями посетил Калужский театр юного зрителя Огромное спасибо за то, что мы к вам приезжаем Как это было? А также дружеская встреча, профильный экзамен и белорусский ноутбук Холдинг «Горизонт» уже в ноябре выпустит новинку Сколько моделей предложат покупателям Как дома президент с рабочим визитом посещает Таджикистан В аэропорту Александр Лукашенко встречал рота почетного коровала Утрапа ожидал премьер-министр Помимо традиционных приветствий состоялась краткая беседа Обсудили ситуацию в стороне, результаты уборочной кампании, отношения Минска и Душанбе Затем белорусский лидер направился в Дворец нации Повестка переговоров глав государств Взаимная торговля, экономика, реализация уже начатых проектов и на будущее Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, уже не первый раз, что я еду как к себе домой И когда у меня спрашивают от утра по самолету, ну как долететь, ну как можно долететь к себе домой Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплые отношения не только к нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу Народы очень похожи, похожи своим трудолюбием, своим талантом В среду президент также проведет ряд встреч в столице Таджикистана Затем Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Казахстан В Астане белорусский лидер примет участие в шестом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заседания Совета глав государств СНГ Председатель Бобруйского горысполкома провел пресс-конференцию Игорь Кисель поделился с журналистами планами на ближайшее будущее и проанонсировал строительство нового детского сада в Киселевичах Продрение маршрута троллейбуса до микрорайона Молодежный и масштабную замену тортуарного покрытия на плитку Здесь же обсудили работу промышленного комплекса, жилищное строительство, благоустройство и развитие туризма Во всем по порядку, Карина Гуревич Первая пресс-конференция после назначения председатель Бобруйского горысполкома открыто отвечает на вопросы журналистов Одна из самых актуальных тем – работа промышленного сектора Сейчас это 35 крупных и средних предприятий На них приходится свыше 80% выручки всего социально-экономического комплекса города Только за январь-август объем производства вырастает на 37% Ретабельность продаж составила 8,6 миллионов И чистая прибыль за январь-август составила 167 миллионов Свыше 50% выпускаемой продукции на сегодняшний день идет на экспорт Если брать географию поставки, то основной регион поставки, естественно, это Российская Федерация Если бы мы в прошлом году поставляли 60% экспорт, то в этом году уже идет потенциал 75% Жилищное строительство – актуальная тема в любое время Именно по развитию этой сферы люди судят об уровне жизни в регионе В Бобруске на одного жителя в среднем приходится больше 25,5 квадратных метров В планах на 2022 – 73 тысячи квадратов Особое внимание, конечно, многодетным Только за январь-сентябрь ключи вручили 190 семьям По статистике, каждый год для них возводят около 320 квартир Причем развивается и инфраструктура вокруг Планируем в этом году, уже, может быть, в начале следующего года Запустить дальнейшее продолжение троллейбусной линии по проспекту строителей Увязать новые застройки нашего микрорайона молодежного В этом году мы начнем проектирование детского сада на 240 мест в микрорайоне Киселевичи С учетом в феврале будет разработана проектная смертная документация И с марта месяца начнем строительство В этом году объем выполненных работ по реконструкции улично-дорожной сети Превышает 260 тысяч квадратных метров На 45 тысяч больше, чем в прошлом В планах на 2023 сделать акцент на замену асфальтобетонного покрытия тротуаров на плитку Появятся и дополнительные велодорожки Сейчас это свыше 28 километров Есть еще потенциал, где можно велодорожки у нас увеличить Нам необходимо увязать еще зоны по улице Шинной, улице Минской и проспект строителей Есть свои планы, есть свои перспективы И с учетом выделенных средств мы продолжим данную работу Не обходят стороной тему туризма За медицинскими услугами приезжают гости из разных стран Больше половины отдыхающих в санаториях Бобруйска Россияне Есть и интерес к промышленности Набирают популярность экскурсии на Красный пищевик и Белшину Пристальное внимание также к историческому прошлому Знаковые места, которые у нас в городе Бобруйске Естественно, содержатся в хорошем состоянии И люди, многие сюда идут Это наши символы Бобер, Бобруйская крепость Это однозначно Кривейческий музей Я думаю, что потенциал этот будет расширяться С учетом того, что я сказал И развитие Бобруйской крепости У нас есть свои наработки Наверное, все-таки получится этот вопрос Решиться о включении в институтную программу В перспективах строительства многофункциональных зданий На месте снесенных Реконструкция путепровода на Крылова И улучшение освещения Орджоникидзе и Оранжерейной Больше о встрече с председателем Бобруйского горысполкома И планах на будущее Расскажем в итогах недели В воскресенье в 20.30 Не пропустите Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин Бобруйск, 360 Язык до беды доведет Бобруйчанки вынесли приговор За оскорбление сотрудника органов внутренних дел При исполнении 27 декабря 2020 В экстремистском телеграм-канале Женщина разместила под фотографией Сотрудника милиции оскорбительный комментарий Обвиняемой назначено наказание В виде ограничения свободы Без направления в исправительное учреждение Открытого типа сроком на 3 года Мера пресечения оставлена прежней В виде подписки о невыезде Надлежащем поведении До вступления приговора суда В законную силу Обвиняемые обязаны Возместить моральный ущерб Тысячу рублей Приговор суда не вступил В законную силу И может быть опротестован И обжалован в апелляционном порядке Полевые работы Отечественные ноутбуки Брачный договор Нотариусы бесплатно Проконсультируют многодетные семьи Когда? Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре В Беларуси завершается Посев озимых зерновых В два раза увеличены площади ячменя Пшеница занимает более 160 тысяч гектаров Продолжается и уборка картофеля, овощей, сахарной свеклы и кукурузы Аграрии также готовят технику к следующему сезону Составляют планы по закупке нового оборудования и машин Первый белорусский ноутбук от холдинга «Горизонт» В ноябре поступит в серийное производство Уже заключены контракты И создана операционная система Покупателям предложат свыше 80 моделей Здесь же планируют выпускать и мониторы Сейчас разработано около сотни прототипов Выпускникам в 2023 не придется сдавать ЦТ для поступления в университет Вместо него будет два централизованных экзамена Первый – русский или белорусский на выбор Второй – профильный в зависимости от специальности Результаты планируют вносить в аттестат По его среднему баллу по-прежнему будут выдавать сертификаты В Беларуси растет популярность онлайн-продаж железнодорожных билетов За 9 месяцев их число увеличилось почти на треть На поезда с нумерованными местами продано свыше 4 миллионов 200 тысяч электронных проездных документов Не отстают и электрички Кроме сайта и приложения есть возможность приобрести квитки через терминалы самообслуживания Нотариусы в День матери бесплатно проконсультируют многодетные семьи и тех, кто воспитывает детей инвалидов Специалисты ответят на вопросы, которые касаются наследственных прав, составления завещаний и отчуждения недвижимости Полный список организаций на сайте Белорусской нотариальной палаты Честно там, где не мусорят В Могилевской области с начала года ликвидировано почти 600 несанкционированных свалок Дисциплинарной ответственности привлечено 108 человек Самые типичные нарушения – неправильное содержание контейнерных площадок, прилегающих к ним территорий Размещение отходов в запрещенных местах, несвоевременный вывоз и удаление сорняков Активно налажена работа по обследованию территорий частного сектора Специалистам еженедельно проводятся такие обследования По фактам выявленных нарушений домовладельцам выдаются предложения об устранении нарушений со сроком исполнения не более 72 часов Есть и другой способ сделать город чище О несанкционированных свалках, замусоренных территориях, пустующих и заброшенных домах Можно сообщить Центр гигиены и эпидемиологии по почте на экране Адресу желательно приложить фотографии Сценическое воплощение «Бобруй с гастролями» посетил Калужский театр юного зрителя Гости из России на протяжении трех дней удивляли детальными костюмами, искренними эмоциями и невероятными историями Для ребят помладше привезли пацановку Ивана Царевича «Серый волк» – знакомую сказку о добре и зле На самом деле Калужский театр – Калужский театр для всех Потому что мы с вами тоже были детьми, да, когда-то И мы не смогли бы вырастить, если бы мы не росли среди взрослых Так что огромное спасибо за то, что мы к вам приезжаем Зрители также познакомились со сценическим воплощением известной повести Пушкина «Пиковая дама» и военной постановкой «Весенний день» 30 апреля Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»